Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам отрывок из первого послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава пятая, стихи с первого по восьмой. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую вас череви, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Это пятая глава, это финальная глава первого послания к Фессалоникийцам. Апостол Павел говорит о Втором пришествии. Предыдущая глава тоже закончилась в Втором пришествии и как бы предварила разговор о, более подробный разговор о Втором пришествии, о том, что нужно трезвиться. Вообще, девиз сегодняшнего отрывка – это трезвение. Но те образы и примеры, которые апостол Павел приводит, их нужно неким образом расшифровать, дабы картина, которая открывается сегодня перед нами, стала более структурирована, более понятна и укоренена. Укоренена в традиции именно библейской. И мы, понимая ее именно в контексте библейской традиции, сможем правильно интерпретировать и правильно понять. Мы можем по-разному, разными способами и разными метафорами объяснять данный отрывок, но все эти образы, метафоры, сравнения должны двигаться в едином русле библейского предания, дабы нам не привнести в этот текст чуждый элемент. Чуждый элемент этого текста, который будет ему нелогичен. Итак, о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Времена и сроки. Второе пришествие неотвратимо. И это весть не новозаветная даже. Не Господь ее Иисус Христос нам открыл, но он завершил это откровение как некая печать пророков. Пророки, древние пророки, все пророки так или иначе в той или иной степени говорили о конце, как это принято в такой секулярной культуре, нерелигиозной, говорят о конце света. Говорят о чем-то трагическом, невероятном, да. Но конец света – это маленькая толика тех образов, которые раскрывались в пророческих текстах. Почему в светском обществе, в секулярном обществе так пытаются, так паразитируют, особенно в кинематографе, на этой теме? Спекулируют, называя даты грядущего конца света, говоря о том, что, дескать, есть некие календари, есть некие предвестники этого конца света. Ну и, конечно же, пытаются на этом как-то нажиться, на этой новости, но почему, почему это происходит? Почему все так ожидают именно каких-то катаклизмов? Это все укоренено, конечно же, это все гротескно выглядит, выглядит, на самом деле, очень пошло, очень необдуманно и глупо. Глупо, потому что о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, говорит апостол Павел, и все библейское откровение говорит о том, что никто не знает, когда будет этот пресловутый конец света. Конец света для людей неверующих и для тех, кто как бы отрицает вообще бытие Божие, для них действительно конец света – это пагуба. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Действительно, в пророческих текстах этот пресловутый конец света сопровождается катаклизмами, какими-то природными явлениями разрушительного характера, то есть такой некий бунт природы. И это все в таких глобальных масштабах вселенских, фатальных. Но это только лишь часть. Это предваряет будущий суд. И вот самое страшное – это что будет после этой пагубы. И это только часть, это только начало. Потом будет страшный суд. Никто не избегнет из живущих вот этой пагубы. Но так или иначе мы все воскреснем, и нас ждет страшный суд. Но для нас, для христиан, для тех, кто живет во свете, ибо все вы сыны света и сыны дня, говорит апостол Павел, мы не сыны ночи и не сыны тьмы. Те, кто боится конца света именно, испытывают какой-то трепет и ужас, либо ведутся на эти спекуляции, как раз-таки они пребывают вот в этом, ну, если это не сыны тьмы, конечно, но они пребывают в неком мраке неведения. Сыны дня и сыны света, они ждут не конца света, а второго пришествия. Для нас начало этих катаклизмов – это начало пришествия Господа Иисуса Христа. И мы ожидаем его, ожидаем с радостью. И потому что мы сыны дня и сыны света, мы знаем Спасителя. Ну, хотелось бы верить, что мы его знаем. Мы так веруем и исповедуем. Знать – это значит исполнять волю, то есть жить так, как он заповедовал. И вот очень важно нам ждать второго пришествия. Мы не знаем, когда и как оно будет. Но если мы являемся сынами дня и сынами света, то есть ходим согласно тому, как учил нас Спаситель, то нам не нужно ничего бояться. И так не будем спать, как и прочие не будут, но будем бодрствовать и трезвиться. Естественно, мы должны спать, и мы должны давать себе отдых. Это такой образ, который говорит нам о том, что мы должны пребывать во Христе непрестанно. Мы должны следовать за Ним и не отлагать в долгий ящик исполнение заповедей и покаяние, следование за Христом. Вот это и будет наша трезвость, и это будет наше отлагание сна. Мы уже, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Соответственно, нам не нужно переживать о конце света. Нам нужно ожидать второго пришествия. И это самое главное. Об этом напоминает нам апостол Павел. Пребывать во свете. Во свете Христового учения, Христового откровения, библейского познания. Говоря о пророках в самом начале сегодняшней передачи, я сказал, что вот эта традиция Дня Господня, она была, это пророческая традиция. У многих пророков говорится о Дне Господнем. И завершение этого учения как раз таки новозаветное, что это второе пришествие Спасителя, второе пришествие Мессия. Не зрак раба приимший, а именно во славе своей, в преображенном теле. Не для того, чтобы спасти нас, если бы спасение уже произошло, а для того, чтобы судить. Для суда придет Спаситель во славе. Соответственно, нам нужно ожидать именно вот этого момента, этого эпизода. И в ветхозаветных пророчествах говорили о Дне Господнем, страшный день, День Господень, потому что был век грядущий, век скорбей, болезней, неурядиц и греха. Но придет Мессия, будет спасение, и будет следующий золотой век, век мира, любви и райского существования с Богом. Но между этими событиями будет День Господень. Это говорили ветхозаветные пророки, так или иначе говоря о том, что будет сладание, плач и скрежет зубов. И самое главное, что мы ждем, это суд. Поэтому, чтобы на этом судилище оказаться по правую сторону, давайте будем исполнять заповеди Христовы, вникать в апостольское предание и библейский контекст этого предания. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес.